Реклама такого формата самая распространенная в Реутове и чаще всего незаконная. Пришлось даже специальную должность придумать. Инспектор по наружной рекламе. Он каждый день осматривает город и неправильные листовки видит сразу. Сколько за день приходится убирать нелегальные рекламы? Ну, бывает 500-400, а вот видите, это все незаконно. Единственный плюс, в листовках указан адрес нарушителей. Именно так их находят представители госадминтехнадзора и администрации. Добрый день, девушка, администрация города. Здравствуйте. Какую рекламу? У вас незаконная расклейка рекламы по всему городу. В этом магазине в торговом центре Карат визит проверяющих застает предпринимателей врасплох. Эти бизнесмены незаконно рекламировали распродажу в своем отделе. В ходе разговора выясняется, что и на торговлю нет никаких разрешений. Теперь придется отвечать сразу по двум нарушениям. Договор аренды у них отсутствует. Все как-то находится здесь на добром условии. Здесь вопрос, конечно, еще и налоговых органов. Деятельность осуществляет идеальный предприниматель. Здесь штрафные санкции от 5 тысяч за 10 за каждое объявление. Но я так понимаю, что в городе их порядка 30-40. То есть можно посчитать, что больше 100 тысяч мы наложим административных санкций на это предприятие за незаконную расклейку объявлений. Руководитель магазина «Скупка» на железнодорожной станции искренне удивлена и не понимает, как появились рекламные листовки в неположенных местах. Говорит, что во всем виноват расклейщик. Мы говорили ему, клеить столько тем, что куда можно. На самом деле расклеивать объявления вообще запрещено. Об этом, видимо, не знали предприниматели в торговом центре «Курс» на юге Риотова. Здесь охотно дают деньги взаймы. А вот ответы на вопросы получить гораздо сложнее. С кем я могу поговорить? С руководством? Ни администратора, ни менеджера, никого, да? Руководства нет, а все ответы только у них. Такие отговорки не действуют на проверяющих. Тем более, что эта фирма уже неоднократно привлекалась к ответственности. Получается, вы уже злостно нарушите. Давайте так, мы официально выдадим вам уведомления. С руководством вашим общались, с нами все данные. Всего в ходе рейда предприниматели были оштрафованы за незаконную рекламу на полмиллиона рублей. Работа по наведению порядка в этой сфере ведется по всей области. С начала этого года в Риотове было демонтировано уже более 150 информационных конструкций. Владислав Момот, Сергей Сомов для РТВ.